Высокие технологии. Хай-Тек. У него малыша, получившего название аэропод, является швейцарец Гай Негро. На доразработке двигателя он трудился 13 лет. Итак, здесь имеются педали газа, тормоза. При помощи джойстика можно поворачивать вправо-влево. Им же управляются дворники и фары. Эта модель пока еще только прототип будущего автомобиля. Машина не оборудована глушителем, поскольку двигатель работает очень тихо. Мы в местечке Корос, неподалеку от Ниццы. Здесь, в центре исследований и развития, проходят испытания нового автомобиля. Его корпус изготовлен из соединения стеклоблокна и полиуретановой пены. Самый интересный здесь, конечно же, двигатель. Сейчас испытывается его 44-я версия. В основе лежит принцип использования сжатого воздуха, который приводит в движение поршни. Механика классическая, используются те же традиционные шатуны и поршни. Давление сжатого воздуха заменяет взрыв бензина. Но есть маленький секрет. Вот это двойной поршень. Здесь мы имеем систему, которая позволяет подавать сжатый под давлением 350 бар воздух в маленький цилиндр. При постоянном давлении создается объем, воздействующий на большой цилиндр. А это уже другая модель. При весе чуть меньше 400 килограммов, такой автомобиль на одной заправке в городских условиях может проехать 100 километров. Это звучит слишком оптимистично, говорит профессор Лозаннского политехнического института. Я видел эти цифры. Вес пустого транспортного средства 370 килограммов, но добавьте 100 килограммов сжатого воздуха и вес водителя. Мне кажется, что при такой нагрузке пробег автомобиля будет гораздо меньше заявленного. Абсолютно экологически чистым такие автоновинки назвать нельзя. Ведь для их заправки с сжатым воздухом используются мощные электрические или термические компрессоры. Сегодня автомобили производятся на крупных заводах. Затем машины перевозятся к дилерам, которые их хранят и реализуют. На все это расходуется колоссальное количество энергии. А если машины производить прямо на местах? В помещениях, расположенных непосредственно на территории автосалонов. Идея состоит в том, чтобы создать сотни небольших заводиков по производству машин и там же на месте их продавать. Вот этот завод в Реконбелье, Швейцария, сегодня не задействован. Женевский адвокат Анри Филипп Самбук намерен развернуть здесь производство мини-автомобилей, работающих на сжатом воздухе. Он рассчитывает, что сможет реализовывать на местном рынке до 80% произведенных здесь же машин. Для работы на этом предприятии потребуется 120-150 человек. Завод сможет выпускать до 12 тысяч машин в год. Если все пойдет нормально, то первые малыши сойдут с конвейера уже в 2010 году. Но господину Самбуку об этом приходится пока только мечтать. Дело в том, что подобные транспортные средства еще не имеют официального разрешения для эксплуатации на дорогах.